Итак, рад всех приветствовать, сегодня пятница у нас, времени уже 10 часов, с вами Булавцев Михаил и мы начинаем с вами нашу планерку. Друзья, специально поставил такие потрясающие ролики про путешествия, про первый ролик «Лето моей мечты» называется. Сегодня 1 июля, то есть прошел уже один месяц «Лето июнь», и как пройдут следующие ваши два месяца, июль-август, все зависит, конечно же, только от вас. От тех действий, которые вы совершаете, конечно же, будет уже в связи с этими действиями, как результат, запутался уже, будет у вас соответствующий результат. И одна из мечт, наверное, каждого человека, независимо от того, ребенок, взрослый, пенсионер, это путешествия. Именно путешествия двигают нас к новым целям, к новым действиям, увидеть новые места, новые страны, города, просто посмотреть мир. И благодаря нашему проекту у нас есть такие возможности. Итак, начинаем нашу планерку, и в продолжение предыдущей пятничной планерки про личный бренд мы сегодня с вами проговорим тоже про некоторые инструменты, которые нам позволят брендировать себя, то есть показывать себя как лидера. Итак, буквально вчера я наткнулся на такую для меня очень удивительную особенность, что у многих людей неправильно записаны, не указаны в социальных сетях адреса. То есть стоят стандартные адреса в ВКонтакте, Одноклассниках, и самое ужасное это в Фейсбуке, позже расскажу почему самое ужасное. Сегодня мы с вами поговорим, как их изменить. Во-первых, необходимо во всех социальных сетях показывать себя как делового человека, серьезного. И в первую очередь, нет, я не говорю, что там строго в галстуке, в костюме, все фотографии без улыбки. Я говорю про то, что как вы себя позиционируете. Михаил Булавцев или Мишка Булавцев, там, Мишка Косолапый и тому подобное. Строго, фамилия, имя. Никаких там, я не знаю, Леди Ирина, Агент 007 и тому подобное. Вы позиционируете себя как лидер. И будьте добры, как лидер, свою страничку назвать. Поэтому проверьте все свои странички. Да, имеются люди такие, которые у нас еще указывают чуть-чуть по-другому. То есть скрывают себя. Если вы все-таки хотите скрывать себя, не показывать настоящую свою фотографию, то будьте добры, чтобы данную страничку никто из нашего проекта не знал, не видел ее, не знал об ее существовании. Эта страничка у вас останется только для друзей. Вы заводите новую рабочую, с которой вы будете работать, вести бизнес, позиционировать себя как успешного человека. А ту страничку мы даже ни разу не увидим. Итак, двигаемся дальше и поговорим с вами о том, как изменить адрес ВКонтакте. Напишите, пожалуйста, плюсики, поставьте плюсики, у кого адрес уже поменен. И минусы, у кого стоит стандартный ID и номер вашей учетной записи. Кто не знает, тот ставит, значит, соответственно, минус. Ну вот не все отвечают, поэтому, скорее всего, кто-то задумался, а такой ли у меня адрес. Все полезли, наверное, проверять. Давайте теперь посмотрим, как его изменить. Мы открываем свою страничку ВКонтакте и выбираем вкладку «Настройки». В столбце слева «Мои настройки» выбираем. Открываются у вас настройки. Листаем чуть ниже, практически в самый конец. И находим такое поле «Адрес вашей страницы». И именно здесь мы указываем адрес нашей страницы, который мы хотим себе присвоить. Рекомендую использовать имя, фамилию или фамилию просто. Ну, то есть, также аналогично, никаких там «Агент 007» и тому подобное. Ставите, например, у меня «Булавцев», просто «Булавцев». Нажимаете «Изменить адрес», никаких больше подтверждений, никаких рассмотрений модераторами здесь не будет. Просто нажимая кнопку «Изменить адрес», у вас теперь будет vk.com. Особенно важно данные адреса сменить, если вы скидываете людям ссылку на свои странички, чтобы уже показывать свою серьезность. Если вы планируете заказать визитки и в них указать свой адрес, то также здесь указываем уже лучше будет визитка смотреться, если у вас будет, допустим, такой адрес, а не ID и там набор цифр. Следующий момент – «Одноклассники». Здесь уже посложнее, пострашнее становится ссылка, если ее не менять. ok.ru, профайл и уже набор в два раза больше цифр, чем в ВКонтакте. Уже спрашивать не буду, у кого поменены, у кого не поменены, все сами знают. И все после планерки быстренько изменят. Итак, аналогично мы меняем наш набор цифр на короткую надпись своей фамилии или там фамилия имени. Как это сделать? Открываем «Одноклассники», выбираем кнопку «Еще» в строчке сверху, где у вас лента, друзья, фото и так далее. Выбираем «Еще» и в «Еще» всплывающем контекстном меню мы выбираем «Настройки». Так, это для одной страницы, а как остальные в этой же сети? Александр, про что идет речь? Про все рабочие страницы? Мы сейчас говорим про брендовую страницу, но и рабочие также можно изменить. Например, «Александр Петрик 1», «Александр Петрик 2», «22», «35» и так далее. Также можно все это изменить. Сейчас в первую очередь мы говорим о своих основных страничках, где мы себя брендируем. Итак, нажимаем «Настройки» и в открывающемся меню, практически в самом низу, у нас в новой страничке будет такое поле. «Ссылка на профиль». Вот у меня она уже изменена, а когда вы выбираете впервые, у вас там будет кнопочка «Изменить». У меня ее уже нет. И здесь мы выбираем наш адрес странички, адрес профиля. И аналогично у нас та большая ссылка «Профайл», «Слэш» и «Набор» там чуть ли не из 10 цифр меняется всего лишь на вашу фамилию. Все верно, Лен. Итак, в «Одноклассниках» тоже разобрались. Нажали «Сохранить». Все, никаких больше подтверждений нам вводить не нужно. Следующее, самое страшное, это «Фейсбук». Посмотрите на стандартную ссылку в «Фейсбуке». Вам она нравится? Нравится, например, понравится данная ссылка на визитке у кого-нибудь. Как вы думаете, кто-нибудь перейдет по данной ссылке, будет вбивать ее с вашей визитки в адресную строку, чтобы найти вас в «Фейсбуке», например? Ого! Вот именно! Никто не задумывался, но стандартная ссылка вот такая вот. И сейчас мы ее также изменим на коротенькую «Булавцев М». Вот видите, здесь уже «Булавцев» была занята ссылка, и я сохранил «Булавцев М». Можно «Булавцев М», «Булавцев Михаил» и так далее. «Булавцев МП» по отчеству еще вбить. То есть уже насколько хватит вашего воображения. Все равно данная ссылка будет намного красивее, понятнее и легче читаться, нежели верхняя стандартная. Итак, открываем наш «Фейсбук», нашу страничку в «Фейсбуке», и сверху, где у вас отображается количество людей, которые хотят к вам добавиться, сообщения и лента, есть сбоку справа кнопочка такая с настройками, такая полускрытая. Нажимаем на нее, у вас появляется контекстное меню, в котором мы выбираем строчку «Настройки». Выбираем настройки, открывается у нас меню, новая страничка, и в самом верху, практически самая верхняя, вторая строчка, будет у нас имя пользователя. Это тот самый адрес, который мы с вами будем менять, адрес нашего профиля. Нажимаете кнопку «Редактировать» и, соответственно, вбиваете уже свой понравившийся адрес. Рекомендую использовать адрес булавцев МП, ну то есть вашу фамилию, имя, примерно одинаковые во всех социальных сетях ваших основных. То есть, чтобы «Одноклассники», «Контакт», «Фейсбук» у вас были одинаковые. Про скайп. Аналогично про скайп. У многих, особенно у новичков, при регистрации, как только они входят в курс дела, начинают обучаться, начинают работать, скайпы изначально были придуманы далеко не заточены ни под бизнес, ни серьезные, короче. Тоже разные есть скайпы, такие как, ну не буду говорить, все сами знают свои скайпы. У нас, кстати, тоже встречаются такие. Поэтому рекомендую, что неудобно, в скайпе нельзя сменить свой логин. Поэтому решается вопрос только сменой, заведением нового аккаунта, нового аккаунта скайпа. Заводите новый аккаунт, открываете старый и рассылаете, в зависимости от того, сколько, конечно же, у вас контактов в скайпе. У кого-то, возможно, если это новичок, который только в курс дела входит и уже понял все возможности, все прелести от сотрудничества с компанией Reflame и нацелен на активную работу, то у него, ну не знаю, у каждого по-разному. У кого-то кто-то только что сделал скайпы и контактов там немного, у кого-то там под 100 контактов. Но это нужно сделать. Опять же, на ваших визитках и везде, на презентациях, на планерках, просто для связи с людьми вы будете скидывать свой скайп, опять же, Булавцев М, например, там или Донского Эль, или же там Фея Цветов и там Дюймовочка и тому подобное, там Агент 007. Ну, несерьезно. Так, Маш, что значит плохо? Написало плохо, а что плохо, не знаю. Проверьте тоже все свои везде адреса, проверьте, как вы записаны во всех соцсетях. Мы ничего не можем изменить в данном случае, поэтому только один вариант в скайпе – это заведение нового аккаунта. Поэтому не будем расстраиваться лишний раз. Что можем делать, то делаем. Итак, друзья, какие вопросы у вас возникли по данной теме? У нас сегодня коротенькая планерка, мне сейчас нужно убегать на процедуры с ногой. Надеюсь, данная тема для вас была очень полезна, потому что, честно говорю, вчера я столкнулся с тем, что у многих людей из нашей команды еще не изменены адреса. И стоят вот такие вот огромные – фейсбук, одноклассники, особенно фейсбук и одноклассники. Итак, вопросы, какие будут появляться, как изменить свои адреса. Я думаю, вы уже все поняли, как изменить буквально два-три действия клика мышкой, и вы уже имеете коротенькую ссылку на свою страничку в соцсетях. Помощь нужна будет, я всегда на связи. Давайте напишем план сегодняшнего дня. Сегодня пятница, сегодня у нас потрясающее выступление будет Валентина Туровского, нашего вышестоящего спонсора, золотого директора. Постарайтесь набрать как можно больше людей, особенно новичков, которые буквально только-только к нам присоединились в проект. Для них выступление Валентина будет просто бомбой. Как всегда, Валентин умеет зажечь, умеет поднять, смотивировать всех людей к действию, поэтому важно посетить его семинар вживую, не запись вживую. Все появившиеся вопросы вы задаете Валентину, и он с радостью на них отвечает. Сегодня у нас в 11 часов и в 21 час по Москве проходит пятый заключительный урок нашей бизнес-школы «Успешный старт». Тоже важно всем появиться, всем нашим ученикам и не только ученикам для повторения. Сегодня тема нашего урока – сопровождение новичка. Что делать с новичком, как с ним быть, как зарегистрировать, что ему дать – все это вы узнаете сегодня на нашем заключительном уроке бизнес-школы. И в 14.00 у нас сегодня нас ждет презентация от Галины Брюхановой. Приглашаем своих гостей, зовем всех участников нашего проекта, и каждый спикер по-своему рассказывает презентацию. Рассказывает свою историю, как он пришел в данный проект. Всегда интересно услышать нового человека. Поэтому заходите сами, приглашайте своих партнеров, своих новичков, гостей и так далее. Давайте напишем свои планы на сегодняшний день. И я ставлю в заключение нашей планерке самый любимый ролик с лайнера «Мечты» 2014 года, как напоминание, что в следующем году у нас будет такой же лайнер. И будете ли вы на нем или нет, решать только вам. Спасибо большое за внимание. Всем успешного дня. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok